Вот тут народ именно Крипит Работают парни, работают Работают, вот Стоят, работают Сейчас пойдем разберемся Вот они такого лепят, чтобы Открывай Рассказывай, что вообще Что ты нарушил? Говорит, что нарушил знак Больше там стоит знак перед мостом Больше 15 тонн Доказательства, что проехал я, нет Доказательства, что здесь больше 15 тонн, нет Пошли общаться с инспектором Инспектор, добрый день Расскажите Я вас предупреждаю, что ведется видеофиксация С нашего с вами разговора Что человек данные нарушил? Смотрите, предреждаю вас Был заплыв на согласно 35-й статье пункт 3 По национальной полиции Где информация, что данный транспортный зал Все, в основном, да Я понял Согласно 48-й статье закона Украины о транспорте Я вам зачитаю Ознакомьте со всеми НПА Ну, в бумажном виде Я в электронном виде не понимаю Откуда это сделать У меня и бумажного вида Ну, в 31-й статье части 2-й написано Ознакомьте со всеми НПА Я ознакомлю Я могу зачитать Мы не понимаем, откуда вы это читаете Автомобильный перевозник в воде Повинен мать и предъявлят особой Как и уполноваженность Действительный контроль на автомобильном транспорте На успехе безпеки дорожного руха Документы на подставы Яких выполнится вонтажных производствах Для воде Посвящения воде В ответной категории Сценарный документ на транспортный зал Товар от раз накладного Возначить законодательство Документы на вонтаж Иншие документы Передачены в закон Это, власне, 49-я статья Закону Украины о транспортном транспорте Сейчас я могу читать Так Основные права и обоязки Водяя транспортного засоба При перевезении вонтажу Внутришнем сполучении Водей транспортного засоба Забовязаный Мать при себе Та хочу зазначить Та передавать Для проверки Уполноваженности Посадового особи Документы предбачивания Законодательства И, естественно, зазначить перевезти В 48-й статье Закону Украины о транспорте Мы четко увидели Какие документы Для водя должны быть Посвящены А четко Кому оно относится К вам Или к Укртрансбеспеке Мы здесь Вы еще раз Зачите 48-ю статью Закону Украины о транспорте 48-я статья Документы на представы Какие выполняются Вонтажные перевезти Кому относятся Это 48-я Автомобильные Перевезники Водей Повыны мат И предъявлять Особам Какие выполнажи Здесь он контрольный Автомобильный Вы выполноважены Вы контролирующий орган Послушайте Это Укртрансбеспеку Вызывайте Укртрансбеспеку В сфере безпеки дорожного руху Мы работаем в сфере безпеки Беспеки дорожного руху Вызывайте Укртрансбеспеку Какие вызывать Укртрансбеспеку Это уповноваженные органы Яки проверяют Я вам сказал Кто переверяется А у вас на какой статье Закону Украины Ознакомьте с нарушением человека Я же еще не знаю, вы читаете какие-то слова с телефона Согласно, с 35-й статьи, пункт 3, данный транспортный засед был запринен Так как было поведомлено, что данный транспортный засед Ознакомьте с этим поведомлением, где я? Я вас ничего не буду ознакомить для личного пользования Для личного пользования? Ознакомьте, согласно, 31-й статьи, части 2-й, со всеми нормативно-правовыми актами Человек Води, я уже все зачитывал, сейчас 278-ю зачитаю Давайте Вы уже начали розыграть справа? Конечно Тебе зачитывали статьи? Да, кучу дров наговорили и все Кучу дров наговорили по статьям, статья такая 168-ю статью С каких пор? А клопотание он все получается? Я же сказал, нет, я ему сказал, что он мое право подавать клопотание Так надо сначала 278-ю ему зачитать Тебе показали по 251-е твое нарушение? Нет, мы сначала должны посмотреть, кто Вы не должны сперва ничего пока Согласны мне посвящение воде, пожалуйста, любой документ подвращать? Он еще пока ничего, еще он еще не нарушил ничего Мы тоже будем разбираться 32-ю статью закона о полиции, еще раз объясняю Согласно, я же говорю, согласно 48-ю статье закона Украина Транс было проверено товаро-транс на КВ-1, которая согласно 363-ю наказу Украины о транспорте было нарушение А именно с... Нарушение было? А с чего вы определили? Смотрите Мне просто интересно, вы Украинская транспорта или вы полиция? Я еще раз говорю, согласно 48-ю статье закона Украина Транс, принимаю право проверить этот доктор Еще раз объясняю, 35-я статья закона о полиции, что человек нарушил Нет, я вас не слышу Ознакомлюйте с пунктом третьим Все доступно, чтобы было все понятно А то разводить на дороге мы умеем Давайте не будем это слово Я буду говорить то, что я знаю Давайте так подружать себя А то Боги, ты посмотри на дорогу Конечно Одел форму, ему уже все, должно все упасть на колени Сказать, да я виноват Конечно Как скажете, шановны Да, скажем мы потом 35-е Забынка транспортного засада Пункт 3 Теперь нам нужно его документы Вам еще ничего не должно быть Я говорю, что не должно А я говорю, нет Для рассмотрения дела Он задержан Нет Он не задержан, а как я его могу задержать Он задержан Я говорю, нет, вы услышали? Садись едь Вы куда не поедете транспорт Он задержан Он задержан Мы сейчас разрядаем справу, шановна Да я же говорю, ознакомьтесь со всеми нормативно правыми актами Для чего? Чтобы ознакомить Нет такого ознакомить Нет такого ознакомить Еще раз говорю В 32-й статье закона о полиции Там такого не написано Еще раз объясняю В 32-й статье там такого не написано Покажите ему его правонарушение 251-е Вы предупреждали, что по 126-й статье будет склонено административного материала Еще он предъявляет Он не предъявляет Он не предъявляет Еще раз говорю Он не предъявляет У него что, время ограничено или что? У него время ограничено Мы предлагали предоставить У него время ограничено Вы меня слышали? Я его поведал Еще раз объясняю Вы И бачишь, ты именно тупой просто Именно тупой Просто Следите за выражением Да вообще насрать Слушай, Вадим, ты давай не будешь Вообще насрать Я тебе еще раз объясняю Ты что, блядь, одел форму, ты что богом стал Или что? Я тебе еще раз объясняю А знаком, пожалуйста Нет, он не будет На данный момент сейчас предоставляет На основании чего? Он не отказывается Еще раз Я говорю Нет Еще раз объясняю Он не отказывается Что он сказал да? Что он отказывается? Что он отказывается? И сказал вообще отказывается? Да сделаем запросы Не переживай Еще раз объясняю Ознакомься Со всеми нормативно Помимо Да я не знаю с какого ты черта читал это Я читал по законодательству Покажи мне законы Покажи Что ты мне показал? Мне не надо твой телефон смотреть Айфон последний Мне не нужно туда смотреть Я хорошо живу, что айфон последний Ну наверное аж хорошо живешь Законом и сейчас все мы поедем Ты же машине оставишься Закрывайся Он просто трактует свое Он вообще блять такую дичь несет Такую дичь несет, что просто Он еще ничего не нарушил Он говорит ты уже нарушил Как такое может быть? Спроси на какой ты знак проехал Пусть тебе видео покажет Что ты действительно проехал Сначала мы узнаем его личность Да сначала вы не узнаете его личность Вы услышали меня? Покажите пожалуйста Нет там такого нету Моего правонарушения А то кто сидит Во первых запрос вы сделали в соответствующие инстанции Какие выполнятся монтажные прибыли? Я еще раз повторяю Еще раз объясняю Я не вижу откуда вы читаете Это вы с телефона Вам показать как выглядит нормативно правовые акты Я еще раз говорю Я вам показал Что вы мне показали свой айфон или что? Какой айфон? Да я же не знаю Смарход на айфон Какой телефон? О нормально Нормально зарабатываем в полиции Мне тут удобнее Мне здесь комфортнее Да Так Вадим я с вами разговариваю У вас была зупына Я вам уже предъявляю Основание проверять документы 35 статья 23 Основание проверять 32 статья проверка документы А 35 зупынка 3.15 дорожного зла Показывайте где он проехал под него Все будет потом Все будет потом Я говорю Шановный Сейчас разгадывается справа Как мы будем разгадывать справа? Прочитай 279 Когда документы показываются Верховный суд тебя насрать Если нет доказов Он тебе должен показывать документы Вы запросы в соответствующие органы сделали по поводу того моста Правильно там установлены знаки А? Рапорт написали Написали рапорт Так ознакомлюте со всеми нормативно правыми актом Ну что вы хотите сейчас Ну чтобы понять Не установили ли вы случайно сами тот знак Может быть Не сбивайте потом Я вас не сбиваю А то посмотри В Украинтрансбеспеку переделались Конечно Ну у меня же все Згидно чинового законодательства Если бы сгидно чинового законодательства То вы бы туда фуры бы не запускали вообще бы Я с вами просто не хочу Да ничего страшного У нас времени вагон Вы сильно не спешите Вы каждый пункт озвучиваете Я сейчас не могу чесно Я не могу чесно В этом месте все Ну было только разлучено статье Статья такая Статья такая Статья такая И должен и все Да? И должен и все Давай Мы хотим узнать Знак вы этот установили не сами случайно Мы не обязаны ничего делать Вы должны это делать Я что же Потому что здесь трасса Вы хотите подавать Попылай Еще раз объясню Еще раз объясняю А почему вы заясните такой вопрос Это ваша трасса? Да Почему на посту в высоком Вы фуры сюда пропускают? Ну может быть они раньше Пусть ворачивают Как раньше Ну на Мерефиде Это разрушено Почему Вы не стали перед знаком И не поворачивали Это Смотрите шановны Мне надо было Сплошную Выехать на встречную Полосу Чтобы Нет вы заранее Вы ехали на службу И должны стоять перед знаком тогда Вы же предупреждающий орган Или карающий Вы правительные заходы проводились здесь Почему вы не стоите возле знака И не разворачиваете машину Смотрите на данном этапе У вас есть видео доказ Где он пересекал Так кому кантер нужен? Здрасьте Кантер нужен Ты отсюда повернул Из этого перекрестка Из этого перекрестка Из этого перекрестка Из этого перекрестка Налево Сказали что перегружу У тебя да? Нет На него умок дорожного знака 3.15 Ну тебе сказали за перегруз? Ну да Что машина весит больше Правильно он трактует Правильно Я кантер превышу Я буду взвешивать Все Сейчас давайте Сейчас подцепим Сейчас подцепим Давай А это сейчас еще будет больше Да я понял уже Давайте Так что давайте Я же тебе говорю Я тебе задал вопрос Ты соответствующие органы Сделал Запросы По поводу этого знака Потому что Еще раз объясняю Вы должны были Бляха муха Стать там И разворачивать Все фуры Останавливать И проверять документы Только если они в чем то нарушат Но вы это не можете сделать А вы сука сидите в засаде И ждете И ждете И ждете Пока кто то проедет Ехали Ехали Так тут уже Хуры проходят Постоянно Перегружены Вызвали дополнительный экипаж Вызывайте Вызывайте Пусть становится Вот там возле моста И ни одну фуру не запускают до тех пор Пока она не взвесится Только в таких случаях Можно утверждать Что человек перегружен Нет Еще есть товар от транспорт накладаться А у вас от 360 Да я там могу писюн нарисовать Я скажу что там писюн Ваш наказ Вот я знал Взял вот так бумажку Вот так вот Есть закон Украины Статя 48 Ты мне приказ не раз Я взял вот эту бумажку Вот так вот Потерся и тебе отдал Больно Есть закон Украины Какой? 48 статья Какой? Чего? Закон Украины от транспорта Так у него есть Он тебя обязан предъявить 2 На основании чего 49 статья законная А по национальной полиции Там написано полиции Да Смотрите Обязан предъявить Полноваженный орган Останавливаешь ты согласно чего Смотрите Останавливаешь ты согласно чего Давайте сначала 48-49 Не подожди Давай с начала Согласно чего Ты можешь его остановить Грузовик Чего он нарушил Да он называется На третьем пункте Говорит Ему кто-то сообщил Что он где-то там нарушил А я же говорю Ну кто нарушил Давай 31.2 Давай Со всеми Ну со всеми Давай Мы видели на основании чего Бацари Главное какие перегрузы идут Блять Они доколупались до этой машины Я могу сказать Давай я тебя туда проверим Пункт 2124 почитай Кому он должен товар наполнить Кому он должен товар наполнить Петр это под законом Так П��т права есть 22 Перевознавание вонтажу Так Есть Останавливайте со всеми Нормативно Перевознавание вонтаж Я не верю Он тоже не верит Не верь Я вам это зачитываю Какие проблемы что значит откуда ты зачитываешь интернета шанова законов интернета ванта у нас интернет может оплачить дело у него есть официально столом можно в том числе ебать тысячи режим бога включил и он трое молитвы с ними для того как у поляки упал на маркетингах транспорт штат в сфере безпеки дорожного так умеет и на пиставе яких выполняться вантажный привез зобовьязано зима чого сутки не было украина иначе облияние вот скажи згідно чого отводить я вот я вот я вот так написано згідно чого предъявляти я учиться не могу и на 5 тыс казал приз предъявляли згідно чого яких вакурус ванта житом згідно 48 статей закону украина транспорт где води посвященна водя в соответствующей категории слины документ на транспорт товар от транспорта накладная або инши визначен законодавством документ на вантаж инши документы передачен законодавством 49 стаття закону украина транспорта про автомобильный трасс основные права та обовязки водяя транспортного засоба при перевезенном вантажу внутрешнему сполученню водяй транспортный засоб зобов'язан мати при собі та передавати для перевірки уполноважено ти посадовым особам документы передачен яким посадовым особам ты уточняй уточняю 48 стаття опять открываем изгибно чого він передавати тебе изгибно вот просто так тезону украина транспорта подожди смотри есть транспорт ты должен согласно тридцать пятой статьи остановить тренинг ну щас я проверяю информацию про нарушение невыкунание умов дорожного знака 3 1 от кого информация поступила аноним? аноним, да и бать же ж ты пиздой а дальше согласно 48 стаття закона украина трассы я проверяю сидеть с арестрацией товаро-транспорт накладной согласно 363 наказу четко прописано как товаро-транспорт накладной наказ убирай наказ убирай я тебе еще раз говорю как она должна полностью наказ убирай я тебе еще раз говорю согласно 363 наказу министерство украины о транспорте четко прописано как товаро-транспорт накладная должна выглядеть и четко по пункту 18.2 а шо они приехали они приехали сюда постоять отправляйте их туда чтоб они фуры блять не запускали Ну так поверьте, сейчас поверьте. Давай начнем тогда с самого начала. Причина следственная связь. Причина, ты что не спрашивал? Где должен быть камни с этой нагрудной связи? Да мы по форме В еще раз беремся. Потому что ошибки не предповедают. Я проверяю. Нет, подожди, проверяй. Ты уставался то, что он нарушил? Давай проверяй. Он ничего не нарушил? Да сейчас я тебе. Покажи нарушения. Я ж проверяю. На основании чего тебе проверяю? 35-я статья. Закон Украины, национальная полиция. Пункт 3. Зачитываю. 31.2. Со всеми импланы. Первое, что ты начинаешь, это правительные заходы. Правительные заходы перечисляются. Законом Украины. Да, это мережно. Национальная полиция. Все сказали. Все сказали. Остановили. Забынка транспортного засуда. Пункт 3. Если есть информация, что слышит правительство водителя или пассажира транспорта засуда, правительство дорожного транспортного пригода, криминального административного правопорушения, или если есть информация, что слышит протез, транспортный засеб, вонтаж. Закрывай. Короче, я говорю, и зарядок. Такая аккуратно, у него телефон, даровой. Криминальщина. Старе правопорушия. Открывай Конституцию. Конституцию. Остатью открываю. сейчас, там. И 57. Давай, открывай Конституцию. Конституцию открывай. Там и есть все у ОООН. Книга лежит. Да, открывай. 62. трудно она сейчас под утех потеряблю ты нашел его нарушение нашел нету нарушения пояснение есть а можешь дать только прикурить чего приехали пацаны а мы же были тут катаемся что вы приехали скажи мне пожалуйста там мост там стоит знак ей туда разворачивайся фуры есть информация я тебе дал информацию согласно 35 5 статьи в пункту третьем если я сейчас увижу хоть одну фуру мы устроим вам трещь я тебе обещаю это ребятки ну вот такая вот херня происходит в городе харькове вернее в харьковской области вторая второй батальон шестая рота включила режим богов и укртрансбеспеку особенно вот этот сейчас мы вот один экипаж отсылаем туда на мост сейчас мы увидим одну фуру будем вот этого гуся привлекать первый раз ты эту статью читаешь криминально а я тебя отвергал открыли верховный суд решение что административное и криминальное это одно и тоже ищи ну чтоб ты просто убедился или видео есть номер 62 статья пока человека вина не доказано не может и не может и напишу как то есть на третье шансы и читать так как я материал не менее не менее смотри ваше видео и если не оба подачи доказать его санурова нарушение чего вам говорю чтобы разобраться в этой ситуации не нужно товар отраспорт тебе это не нужно что не надо делать это вратранспорт вы его остановили из-за чего где четко прописано масса навантажения скидки он перевозит что-то дрочит или что но ты его остановил якобы за право нарушение докажи ему право нарушение смотрите я должен разобраться что он епидоза в шине я ж не сказал что он тщинил административный послушай меня сюда внимательно приезжай я сейчас стою приезжай примитивный заход ты его сейчас держишь пункт 3 так давайте разбираться с этим так покажи сначала право нарушение сначала покажи сначала право нарушения а потом уже будем разбираться я зачитал выставок законного суда этого малышка еще раз зачитать буду вы остановили за одно выявляете другое конечно ну так получилось в смысле так получилось как так нормально или что так хочу такое другое право нарушение так у тебя тоже есть нарушение пошли да у тебя есть нарушение пошли 19-го,03-го,19-го года если полицейский нет доказательства правопорушения то он не имеет права запрещать у водителя документы на право управления выставок чего я вам говорил с самого начала и тут все в описании есть а вы по своим внутренним законом тут казачьи пытаетесь от какого числа я еще раз всем объясняю послушай меня пожалуйста сюда прежде чем останавливать многотоннажные автомобили ты должен сделать запросы соответствующие органы что на данном участке дороги а именно на мосту на трассе м18 правильно да м18 трассы да на таком то отрезке участка установлен согласно госту такой-то знак и вот этот запрос прикладываешь к материалам дела а не просто а может это ты поставил этот знак мы же не можем в этом знать мы не знаем с чего ты читаешь а то вы такие все герои как вы писать постановку тут не в постанове а тут в принципе дело уже так для чего не стоят а ну пошли опять идти чтобы на мост туда поехали так какое усиление пусть едет туда чего вы стоите я что вам сказал сделать что вы стоите здесь ребята здесь знаете здесь останавливают полицейские кипать пацанов не за что получается никто ну вас сколько и два человека вызывайте еще туда наряд вызывайте мы сейчас пойдем будем перекрывать дорогу сейчас будет еще больше а я сейчас будет еще вызывайте вы что здесь охерней занимаетесь или что вы должны стать еще раз объясняю там знак висит 15 тонн мы хотим узнать кто его туда поставил кто его туда поставил если там 15 тонн вы должны чтобы мост не обрушился вы должны стать перед мостом и всех разворачивать а если фуры нет 15 тонн а мы проконтролируем вызывайте вызывайте укрыт разведка он остановили наши ребята 15 я на 100 измель усиление усиление много людей если усиление то выиграет то ну приваток абсолютно надо предотвращать правила нарушения безвести станьте перед знаком и не впускайтесь сюда кого а что они его не остановили я не утверждаю он из этого поворота выехал сюда я не утверждаю я не утверждаю я не утверждаю когда он у нас там вы спросили просто пришел к тебе и объяснил ребятки знайте свои права не бойтесь мусоров не бойтесь просто я уже все что такое уже все опускает что как бы видео нет ничего извиняется как бы подожди ты что уверенно стоял доказывал что тебе он обязан что видео есть просто правопорушив ты думал а я думал что вы в жопу долбитесь тоже думал скажите пожалуйста вот сейчас потраченное время вот сейчас зря потраченное время работягин смотри приехало много людей приехало чтобы разобраться сейчас бы вы мне написали как минимум два поставления и обвинения и обвинения ну как в смысле ты не имеешь права сейчас вы собирали мне уже штраф выписать для чего штраф вы мне сейчас выписать за что хотели не подожди если бы он тебе показал документы ты бы выписал бы за знак ну по сути да не за знак за знак я бы не выписал мы бы разобрались как бы ты разобрался согласно свидетельствую рестрацию и согласно товар отрасли накладную сколько мы сейчас перевозят ванта ты укртрансбезпека на окладной может все что угодно написано быть она должна быть это как документ вызываешь в этом случае укртрансбезпека которая уполноважена у них есть все нормативно правые акты не в телефоне нет послушайте укртрансбезпека прекратически называют так как вы знаете весы на идеально ровный асфальт здесь я его идеального ровного не вижу покажи мне где в Украине идеально ровный асфальт ну там на Песочине есть место где у них стоят весы они специально его сделали где там весы весовой контроль там идеально ровный асфальт что вы будете делать ничего в смысле ничего нет вы сейчас едите туда и разворачивайте все фуры мы едем вместе туда будем вместе мы вместе сейчас едем и проводим эту акцию благодаря тебе потому что ты разводишь людей на дороге поехали только извини сперва перед человеком на камеру извинись перед человеком потому что ты балабол понимаешь я тебе еще раз объясняю ты стоишь людей разводишь что я фильтрую у меня в тех случаях еще послушай раз в тех случаях когда это необходимо я это говорю когда это не нужно я не говорю вы стоите бляха муха людей разводите кто разводит никто не разводит просто вас не переговорит в смысле не переговоришь действуй едем мы сейчас поедем отчеты подожди ты у водителя проверил может у него документов нет у него документов нету я у него нету документов у него нету документов что поехали так не уедешь по честному на вас выпишем постановку проблесковая вот что по честному Ты ж подожди, ты ж герой стоял, говорил, что у него есть, что он нарушил. Ты доказывал, что он нарушил. Ты доказывал. Я сказал, 35-я статья закона Украины национальной полиции. Я хотел разобраться в этой ситуации. Согласно, я же говорю еще раз, если вы считаете, что 48-я статья закона Украина трассы, где четко прописано, кто мое право проверять. Вызывай БДР сюда. 57-я статья, 57-я, 62-я Конституции. Для тебя ничего не значит? Да, значит. Ну так от чего ты знаешь? Ты сначала с этого начни. Смотри. Почему ты, смотри, вот приехали люди, и ты сразу разобрался. А без этого ты именно кошмарил человеку. Все, поехали отрабатывать знак. Вы же хотели, поехали. Да, ты сейчас будешь разворачивать все. А можно спереди сесть? А что? А сзади можно? Друзьяки, ну как-то так. Мы своей маленькой, как говорится, компанией приезжали за, грубо говоря, 30 километров, чтобы помочь человеку. А знаете, почему мы приехали туда? Потому что человек вступил в нашу группу надзор Харьков и написал крика помощи. Ну естественно, да, выходные дни это легче, в будни дни будет чуть чуть тяжелее. Поэтому мусора 2-го батальона 6-й роты уехали обосраны, потому что не смогли доказать правонарушение данного человека. И хотели развести. Я думаю, что мы будем больше реагировать на 2-ю батарею теперь. Будем больше внимания уделять на данную дорогу, на данный участок дороги вернее. И сейчас поедем, это уже может быть 2-й ролик будет, о том, как мы провели маленькую акцию, благодаря вот этим мусорам молимы. Ну а вы знаете, что делать, подписываемся на наши каналы и вступаем в чат Телеграм. Все, пока.